Человек, желающий, найдет тысячу возможностей, не желающий тысячу причин. Привет, я Даша и это влог, который я снимаю накануне родительского дня и выкладываю накануне родительского дня совершенно не случайно. Дело в том, что я хочу поговорить о соседей наших с тобой, родных и близких, которые нас покинули, ведя в мир иной. Какое у тебя отношение к мертвым? Нет, серьезно. Я когда прихожу к своим родным навестить их, ну, там, ну, не там, а там, где обычно на родительский день навещают, мне очень грустно, когда я вижу заброшенные могилы, в печальном очень состоянии, мне тут же напрашиваются вопросы, что с ним стало, почему он брошен, где его потомки, где его родные, где его родственники, почему он остался один и его память не почитали. Сейчас склоняют к многим хорошим вещам. Помогать бедным, сдавать донорскую кровь, жертвовать детским домам. Ну, добрые дела делать, и это правильно, но мы забываем об очень важной вещи, это память и уважение мертвых. Ну, представь, идешь ты по улице, видишь беспризорного маленького-маленького, вот такой сенького котеночка, который жалобно не учит, или ребенка, который, там, буквально четырехлетний, пятерехлетний, который потерялся, и хватает тебя за ручку, спрашиваешь, «Ты не видела мою маму? Неужели не помочь?» И, может быть, тебе моя точка зрения покажется странной, но, мне кажется, я вот, например, вижу заброшенные могилы, именно вот, ну, морально, ну, взывающими, пусть это и прозвучит жутко, но они как будто взывают, «Помоги нам, помоги нам!» И неужели они не заслужили уважения хотя бы после смерти, независимо от того, какова была их жизнь? Мне недавно мама рассказала одну историю. Ее отец, мой дедушка, он никогда, никогда не ходил на похороны к другим. И однажды бабушка разозлилась на него из-за этого и спросила, «Неужели ты думаешь, что ты будешь жить вечно?» То есть надо задуматься, представь, что когда тебя не будет, через много-много лет, через сто лет тебя не станет, и тебя похоронят, и все, никто не будет приходить, никто не помянет, никто не вспомнит, ни добрым словом, ни везвым, никто не покрасит высветшую краску, никто не пополит выросшую траву, никто не вздохнет по тебе. Ну разве не горестно от этого? Мы все уходим из этой жизни, но не должна уйти память о нас. Пусть ты не принадлежишь к тем людям, которые известны многим всей стране, неважно, как кинозвезда или как заслуженные ученые. Но в памяти своих близких, своих родственников мы должны оставаться, и они должны оставаться в нашей памяти, те, кто ушли. Я не уговариваю тебя стать волонтером и безвозмездно по всему кладбищу в каждой свой выходной метаться и ухаживать за заброшенной могилкой. Но хотя бы пришла ты, приходишь ты, я не знаю, к своему дедушке, допустим, навестить, на кладбище, видишь, что по соседству могилка совсем заросла, ими почти выцвела, цветов не лежат. Ну, верю и ты хотя бы у этой могилки траву хоть чуть-чуть, подкрась имя, чтобы оно не было забыто и утеряно. Положи конфетку, помяни. Понимаю, не хочется на незнакомой могилке вырывать траву, но хотя бы купи лишний цветок завтра и положи его. Я уверена, душа от человека будет тебе благодарна. И я хочу обратиться к тем, у кого очень много мест поминовения, у меня у самой на двух кладбищах, в двух разных городах семь могил. Но я все равно стараюсь уделить внимание хотя бы соседним могилам, как я тебе советую, заброшенным. Вот к чему я и тебя пытаюсь сейчас привлечь, потому что мне кажется, это может показаться, что мир там все равно. Пусть я покажусь тебе странно, но мне кажется, что помнить человека и сделать добро, пусть даже незнакомому ушедшему вной мир человеку не менее важно, чем сдать свою кровь. На этом все. Добра тебе. Никого не забывай. Пусть и тебя никто не забудет никогда. Всего наилучшего и помни. Добрые дела вознаграждаются. Счастливо! у меня, Удачи!